Всем привет, в этом видео расскажу о комиксе под названием «Конан Варвард». И для начала итоги небольшого интерактива с подписчиками. Не так давно делал пост с предложением угадать, на какой комикс будет следующий обзор, и угадавшие правильно попадут в этот самый обзор. К сожалению, никто даже близко не смог угадать комикс, но за проявленную активность я решил включить этих ребят в этот выпуск. Ну а пока можете написать в комментариях под этим видео, на какой комикс будет следующий обзор, и возможно в следующий выпуск попадете именно вы. И для начала немного истории. Конан, также известный как Конан Варвард, персонаж, созданный Робертом Ирвином Говарда, воин-варвар из Кенери в цикле повести о хайбарийской эре, написанных в жанре фэнтези и издававшихся в журнале Weird Tales. Персонаж книг, комиксов, фильмов и компьютерных игр. Один из наиболее популярных фантастических персонажей 20 века. Впервые Конан появился в произведении «Феникс на мече» 1932 года. Как персонаж комиксов, Конан впервые появился в 1970 году в издательстве Marvel. Комикс, опубликовавшем первую историю из серии Конан Варвард, сценариста Роя Томаса и художника Барри Смита. Успех этой серии привел к запуску в 1974 году другой, рассчитанный уже на более взрослую аудиторию, черно-белой серии «Карающий меч Конана», созданный Джоном Бушема и Альфредом Алькало по сценариям Роя Томаса. «Карающий меч Конана» скоро стал одним из популярнейших комикс-сериалов 70-х годов и теперь считается классикой. В 2000 году Marvel прекратили издавать все комиксы о Конане, а в 2003 году издательство Dark Horse Comics приобрело лицензию на публикацию этого персонажа и владело ей до 2018 года. А в 2018 году права на Конана снова вернулись к Marvel. Помимо комиксов, Конан появлялся и на больших экранах. В 1982 году вышел первый фильм «Конан Варвард» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, которая принесла ему мировую известность. В 1984 году вышло продолжение «Конан Разрушитель», третьим и завершающим фильмом должен был стать «Конан Завоеватель», в котором Конан становится королем Аквелонии. Однако Шварценеггер отказался участвовать в этом фильме, а выбранную ему на замену актер Кевин Сорба не хотел играть чужую роль. В результате задуманная трилогия осталась незаконченной. Сценарий переделали, заменив Конана на другого героя Кула из Атлантиды, а фильм назвали «Кул Завоеватель». В 2011 году вышла еще одна версия «Конана Варвара» от режиссера Маркуса Ниспола. В главной роли снялся Джейсон Момоа, но фильм не снискал особой популярности. Помимо фильмов вышли также и два мультсериала «Приключения Конана Варвара» 1992 года, состоящий из 65 эпизодов и его спин-офф «Конан и молодые войны» 1994 года из 13 эпизодов. После возвращения прав на Конана, Марвел всерьез взялись за него и для начала выпустили два «Омнибуса» с классическими комиксами про Конана, но и не забыли про новые серии. На данный момент выходит основной онгоин «Конан Варвара», серия «Карающий меч Конана» и «Конан Исход», а также две лимитки «Эра Конана Белит» и «Эра Конана Валерия». Помимо своих серий, Конана можно также встретить в таких комиксах, как «Дикие мстители» и «Мстители нет дороги домой». Ну а сегодня расскажу о основной серии «Конан Варвара», первый выпуск которого вышел 2 января 2019 года. Авторский состав комикса состоит из известного сценариста Джейсона Аарона и художника Махмуда Азрара. Помимо США, данная серия выходит в таких странах, как Бразилия, Франция, Германия и Италия. К сожалению, Россию Конан пока обходит стороной. А начинается рассказ о будущем короле Квелонии с момента его рождения прямо посреди кровавой битвы, в окружении раненых и мертвых воинов. И вот спустя много лет пред нами уже сидящий на троне и постаревший Конан, ставший королем Квелонии, вспоминающий о былых временах своей жизни. Начинал свой путь Конан в заморе, в городе воров в бойцовских Ямамола, в качестве гладиатора сражаясь с другими воинами. После очередной победы, Конан, наслаждаясь вином, знакомится с девушкой в красных одеяниях, которая предлагает ему приятно провести с ней время, на что, конечно же, он соглашается, и, к несчастью для Конана, она оказывается ведьмой и отравляет его ядом. Придя в себя, Конан оказывается прикованный к жертвенному столу в башне архидемона по имени Розазель, чьей слугой является отравившая его ведьма. Красная ведьма рассказывает ему о том, что с помощью его крови она наконец-то вызволит своего хозяина из глубокой бездны. Но Конан не так прост и беспомощен. Ему удается вырваться из оков и убить ведьму, перед этим уничтожив армию мертвецов, оживших с помощью ее магии. И в конце, покидая башню, он сжигает это проклятое место. И вот спустя много лет, уже ставший королем Эквилонии Конан, после очередной кровавой битвы, добивая поверженных им противников, замечает двух детей посреди поля битвы, собирающих трупы павших воинов в свою телегу. Принимая их за мародеров, он подходит к ним, и неожиданно из телеги вылетает та самая красная ведьма, которую Конан убил много лет назад. Вместе со своими детишками, ей удается серьезно ранить Конана и погрузить его в телегу для того, чтобы доставить в башню своего повелителя Розазеля. Ну а чем все это закончится, вы узнаете, прочитав в следующей выпуске про могучего кемерийца. В целом, у Джейсона Аарона получилось неплохое начало новой истории Конана Варвара, плюс отличный рисунок Махмуда Азрара. Ну и надеюсь, рано или поздно и у нас в России кто-нибудь возьмется за издание данной серии комиксов. На этом у меня все, спасибо за просмотр, всем пока!